Всем привет! Сегодня у нас 13 июля, и у нас уже несколько дней идут дожди. Очень-очень холодно. Это просто как-то удивительно. Была жара-жара-жара, а тут резко холодно. И я, конечно, переживаю за свой венебратник. У меня он в этом году, можно сказать, почти весь с урожаем. Кто-то дает первую сигнальную гроздь, кто-то уже полноценный урожай. И это у меня здесь два кустика Каталония и Ася. Или Яся, или Ася. Ася, по-моему. Кто из них, кто, уже буду смотреть по созреванию ягоды. Потому что вот этот кустик у меня немножко задерживался в росте. Но вот все-таки сигнальную гроздочку он мне дал. Жадность моя, конечно, надо было ее удалить. Но я ее не могу удалить. Так, а это, скорее всего, будет у меня Ася. Потому что вон какая у нее тоже сигнальная гроздь. Надо подрезать. Тоже будем смотреть по созреванию ягоды. Мой долгожданный. В принципе, в этом году замечательно растет. Сигнальный урожай. Но и кустику, конечно, наверное, уже 4 года. Пару гроздочек есть. Тут гроздочка, там гроздочка и там. Наверное, в точке 3-4 гроздочки есть. Мой велес. В этом году велес не сильно хорошо пылился. Я уже вам рассказывала, показывала, почему. Потому что стояла сильная-сильная жара. Но, в принципе, меня это не расстроило. Потому что и так грозди, видите, какие хорошенькие. Вот. Вон вообще красотень полная. Вот. Некоторые гроздочки вот такие рыхленькие. Но мне нравятся. Мне нравятся. Двухлетний кустик велеса. Замечательно растет. У него вот такие вот длиннющие лозы. Я у него верхушку уже там прикусила немножко. Тоже первая сигнальная гроздь. Гроздь. Так, надо было пью, наверное, как-то так туда. Ладно, я ее потом туда перекину. Вот. Этот кустик так и не отошел. Это у меня тоже киш-мыш был. Я на его место другое что-нибудь посажу. Это я обрабатывала. Вот эти белые точечки. Это я обрабатывала от всяких болячек. Потому что на одной грозде увидела белый налет. Как раз, кстати, перед дождями. Вот. Какие гроздочки. Красота, да? Это первый такой вот хороший урожай. Но именно на этом кусту. И вот я и увидела вот такой вот белый налет. Кстати, эту гроздь уже обрабатывала, наверное, три раза. Разными препаратами. И свитчем обработала. И фальконом обработала. Чем только не обработала. Ну, вот пока как-то оно вот так все держится. На другие грозди пока не переходит. Ну, ладно. Будем наблюдать. Пока первый такой более-менее какой-то урожай. Ну, в прошлом году была плохая обозреваемость лозы. В этом году, надеюсь, будет лучше. Мой лучистый. Лучистый, в принципе, тоже. Насколько разница, плохо тоже опылился. Но вот смотрите, нижняя гроздь. Какие ягоды. И вон какая. И вот какие, да? Ягодки. А есть грозди, которые зацвели намного позже. Вот. Ну, вот, в принципе, тоже лучистый. Так. Что еще у меня тут? Все хорошо. Все хорошо. Это, наверное, у меня Виктор. Вроде бы, с одной стороны, все хорошо. Только вот что-то одна ягодка какая-то не такая. Тоже, можно сказать, первый урожай. Потому что болел долго. Долго болел. Но пока, вроде бы, в этом году. Болезни нет. Все хорошо. Преображение. Преображение пока тоже вроде все хорошо. Успела обработать. Надо будет после дождей, наверное, опять чем-то обрабатывать. Ну, пока вроде чистенько. Все чистенько. Пошли расти кусты, которые отбились от головы. Это у меня столетия. Ну, дожди, дожди. Все сбивает в кучу. Ну, просто вот идешь, ходишь, липуешься. У меня первый раз такой будет трошки хороший урожай. И так вот я хожу, хожу и любовь. Кто из них, кто, я уже забыла. Потом буду вам по факту говорить. Ну, такая красивенная гроздь. Даже их две тут. Не помню, что за сорт. Потом вам расскажу. Так, это моя так, красотка, которая болеет. Тоже обрабатывала. В принципе, с одной стороны, вроде как она и перестала болеть. Вроде бы все хорошо. Все растет, все чистенькое. Но все равно вот эта вот лоза, которая я вам все время показывала. Смотрите, прошли дожди. Вот она все равно отвалится. Молодой прирост пока. Более-менее, я думаю, что на следующий год, наверное, опять пойдет наоборот нарост. Так, это у меня памяти учителя и памяти не святая, наверное, на два кустика. Один кустик только дал мне сигнальную грузочку в этом году. Вот она. Ну, посмотрим. Единственное, что меня настораживает, ну, как бы слишком зеленая лоза. Слишком нету вызреваемости. Вот в прошлом году тоже плохо вызрела. И здесь вот что-то тоже. Меня это настораживает, чтобы опять не пошел на обратный рост. Ну, посмотрим. Посмотрим. Еще меня настораживает из моих сортов, которые у меня растут. Это велика. Велика в прошлом году у меня в открытом грунте, можно сказать, не вызрела. Ну, и тоже такие вот грозди были какие-то непонятные. Не сильно так уж опылилось все. Ну, по крайней мере, в прошлом году. Ой, а что это я увидела? Я увидела. Смотрите. Вот что я увидела. Пока удалю. Я пока не поняла, что это. Может, ожог. А может, что это непонятно. Так, ну, больше вроде бы и нету. Так вот, велика в прошлом году не вызрела. И я толком не узнала ее вкус. Можно сказать, что мы ее съели зеленую. И в этом году тоже грозди какие-то такие не сильно хорошие. Ну, можно сказать, что она заново как-то все отбилась. Растет. Выпустила вот посынковую гроздь. Ну, так растет. Вроде бы ничего. Все хорошо. Это у меня юбилейная Черкасска в этом году. Вроде бы пока держится без болячек. Урожай маленький, потому что в прошлом году болел сильно. Кстати, вот смотрите. Вот ягодка и на плодоножке, или как это сказать, вот такие беленькие точечки. Так вот, из стройки Крайнова я такое увидела юбилейного Черкасска. И немножко на Викторе. А вот на юбиле, не, на преображение, на преображение, по-моему, такого нету. Интересная особенность. А может, я просто пока еще не разбираюсь в этом ничего. Тоже очень много выпускается цветьей вот таких вот. Я их пока не трогаю, чтобы немного загрузить куст, потому что он опять пошел у меня дико расти. Так, а это у меня дубовский розовый. Недавно, кстати, смотрела видео белорусского виноградаря, у кого растет дубовский розовый. И это видео меня немножко расстроило, потому что у него грозди, в общем, были не ахти и не впечатлили. И я вот немного и расстроилась. Ну, это я удалю. Хотела сразу оставить, я попозже удалю немножко. Все поудаляю. Сейчас просто дожди не хочу делать ранки, чтобы туда никакая зараза не попала. Потому что я так понимаю, что все равно не успеет вызреть. В принципе, неплохо в этом году виноград растет. Что-то первый урожай дает, что-то второй урожай дает. Ну, а так, в принципе, мне вот этот нравится. У него привкус такой интересный. Прям вот я такой виноград еще раньше никогда не кушала. Поэтому в прошлом году, когда попробовала, так мне очень понравился привкус такой. Кстати, я вообще, как виноградарь молодой, впервые в прошлом году узнала, что такое мускат. Не то что, а мускат. Потому что на базаре все, что нам продают, там муската этого нет. А вот у себя дома, когда сорвала виноград тот же велес, тот же лучистый, я хотя бы поняла, что такое мускат. Вот. Ну, вот как-то вот так. Ждем, ждем, надеемся, что дожди у нас прекратятся. И у нас все будет хорошо. Ну, а пока, всем до встречи.